Екатерина Игоревна, а чё мы делаем? О чём вы такие грустные? А ты чё такой радостный? Ну потому что я снова еду в Сочи, солнце! А я почему не еду? Потому что я в командировочку, мое солнышко! Уже 10 раз тебе тупицма, я сказал! Короче, у меня есть хорошая новость для меня в первую очередь, а не для Екатерины Игоревны. Меня Билайн пригласил в Сочи неожиданно. 8 октября я буду в Сочи. Приму участие в финале чемпионата стритгейминга на 4G скоростях. Начало с 12.00. Также можно эту трансляцию смотреть на сайте стритгейминга. Ссылки в описании. И те, кто находится в Сочи, вообще в теме всей этой ситуации, приходите 8 октября на улицу Приморская, дом 3, строение 14, в 11.00. На площадку перед кафе Пирс. Там я смогу провести 40 человек с собой. Сможем вживую поболеть, пообщаться, пофоткаться и так далее. И, кстати, на сайте еще есть голосование с конкурсом. Можно побороться за какие-то призы. Все ссылки в описании. Подробности тоже под этим видосом. Еще я в Сочи сниму Формулу-1 за кулисье и так далее. Будет прикольно. Еще один видос из Сочи. Приехал на Игромир, дофига народу. Пригласили меня из ВСП-групп. Основатель Артем, владелец Илон. Это не вся команда. Еще не пишет Кельчинский. Михаил Шапочников. Ребята, вам всем привет. Александр Шапочников. И Александр Шапочников. Артем, кстати, все проблемы с Ютьюбом мои всегда разруливает. Есть страйк, авторские права, 40 чечецов посыпают в Ютьюб. И сразу все проблемы решаются. Как вы, есть Ютьюб и Сочи. Классно, сейчас я подрезал, крыша есть, суху нова. Привет, а вы смотрите Дневник Хача? Дневник Хача, смотрите канал? Ты смотришь? Красавчик, вот поэтому ты мой друг. А вы смотрите канал Дневник Хача? Нет. Тогда я не буду с вами фотографироваться. Пока. Здарова. Здарова. Андрюх, я твой подарок, мне 2 миллиона подписчиков, я знаю. Нет, нет, 2 миллиона. Подожди, ты же Дневник Хача я знал. Я знаю, я тебя отменилась, например. Красомаха. Красомаха, привет. Привет. Как дела? Отлично. Что, не узнал меня? Нет. Ой, Екатерина Игоревна. Катюх, привет. Как дела? Давай дома увидимся. Екатерина Игоревна, привет. Привет. Француженка моя. Повесишь? Игромир пресса. Хотя, что им рекламу делать? Как дела? Хорошо. Такая сексуальная. Поехали. Похоже на францужанку. Францужанку? Францужанку. Боджор. Францужанка моя. Hello. Францужанка моя. Как вот это? Это? Вот если так, убери руки. Это так хорошо. Да? Да. Класс. Ну-ка, посмотри в камеру. Вау. Come on, сэлла. Эй, кто-то в бациллу распускай. Будьте здоровы. Спасибо. Я бы хотел ситуацию сейчас обсудить. Я и сегодня дал денег. Когда вы проснулись, я забыл про это. Он говорит, хочу шляпу. Можешь дать денег? Я ей дал. Сейчас мы подходим к кассе. Он говорит, там заплатить надо. Что, не стыдно вообще? Нет. Не стыдно? Вот вы, женщины, все такие, понимаешь? Все, лишь бы вытянуть. Присоска. Кровопица. Что? За пудрой пойдем? Нет. Все. Вот за халтуру вот это закончил сейчас резко к этим день. Да, но я тоже забыла, что ты мне дал деньги. Сучка. Пацаны FIFA 16, стримы FIFA 16. Когда только на это время найти непонятно. Сейчас, сейчас, минуточку. Минуточку. У меня просто вопрос возник. Это Илон, кто не знает, ВСП групп. Это я. Финансовые потоки все через него. Ни копейки не отдаст, ни спустит. Кстати, у меня появилась кличка во время Игромира. Так как почти ни один блогер меня не знал. Жадный еврей? Какая кличка? Так как почти блогер, ни один блогер меня не знал живую, да? Да. То мне надо было как-то представиться, чтобы им было понятно, кто я. Ну? И я представлялся, я Иоанн Троеновский, финансовый директор. И теперь, с этого утра, ко мне уже подходили, спрашивали, это вы финансовый директор? Нам надо с вами поговорить. Ну, а за спиной они говорили, жадный еврей, сто процентов. Так что, не обольщайся. Но первый вопрос, как тебе сало, Ило? Сало. Вкусно. Ну, конечно, не украинское. Но что? Но заходит нормально, да? Ну, что есть в элитном ресторане Москвы. А в Израиле подают такое? Конечно. Вкусно. И еще мне, знаешь, что интересовало? Вот мы в русской кухне сидим, в русской народной. А вот буквально там, за углом, есть еврейская твоя народная. Почему ты сидишь? Честно сказать, я туда пытался попасть сегодня. Но проблема в том, что мы закрыты за праздник. Увеличивай ее пальцы. Как на айфоне, блядь. Это количество ты нажимаешь. Раскрывай, раскрывай. Блядь, тупой пиздец, блядь. У тебя вон крутая фотка с мекерурком. Ее распечатай. С мекерурком и с фрадировочем. Да нажми ты, блядь. Фуйня, вот боксеры все тупые такие. Почему ты меня скорбляешь? Все, все, вот один. Все, одна. Теперь дюня с фрадировочем фотки. А вот сам слону тоже. А сколько стоит одна фотография? 50 рублей. Найди, потяну, 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 блядь. С Фредди Роучем посмотри. Где у тебя вонка крутая? Ты же в штат. Это кто? Фредди Роуч. Знаете, какой инстаграм. Шестикратный лучший. Микки Рурк. Это им раз лучший чемпион мира. Тренер, я бывший чемпион мира. Он сейчас работает. Залет. Вот, скинхэт. Да, блядь. Это тоже надо. Кто еще? Фредди надо. Наши дырлы. Никита Крылов, когда победил. Ты и Микки показал. Он с Микки в одной тачке, чтобы вы понимали, Микки Рурк уступил Алику в Бентли с переднее сиденье и довез его до дома. А сам сел на заднее. И всегда у своего водителя. Природский 2,15. Давай долистаем у него там где-то с Пенкиным и мы с Моисеевым. А где я, брат? Вот, с Тиманом. С Тиманом, посмотри. Тиманом, с Тиманом. Вот, это моя любимая фотка поставит, Алик. Сейчас я не понял, вы хотите, чтобы он на холодильник распечатал не нас, а кого-то? Нет, это нормально. Нет, это нормально. Вот такая он, тварь, блядь. Из Тиманом. Из Тиманом. Где мы, брат? Почему ты вот эту фотку не распечатаешь? Вот, пожалуйста. На, на. Подожди. Не, на две думки. Дорого. Подожди. А где мы вообще? Где я вообще? Тём, ты вот, пожалуйста. Сейчас печатаешь. Ну, зачем? Распечатаешь. Там еще не я. Дорого. Полтинка дальше. Сука, всех вас спиарили. А где твое имя? А, вот. Коуч Алик. Коуч Алик. Коуч Алик. Инстаграм. Лучший тренер по боксу. Вы мне когда платить начнете? Мне, кстати, от Рома. Мы тебе любовью. Вот, смотри. Кстати, давай зафиксируем. Посмотрим, сколько прибавится. У тебя сейчас 7163 подписчика. Вот после того, как я выложу видос, сколько тебе прилипло? Да. Прилипло 30. Ну, распечатывай. У тебя будет 7165. Ты уже на 300 рублей. Ха-ха-ха-ха-ха. Взорвется Инстаграм. На 300 рублей набрал. Мужики. На 300. Давайте так. Акция такая. Не подпишись к Алику. Ха-ха-ха-ха-ха. Уважающий. А еще, а если, а если смотрят люди, которые подписаны, отписывайтесь на их. Ха-ха-ха. Знаешь, очень продуктивный день сегодня был. С чем ты занимался сегодня, Олег? Я был на спорте. Так. Можешь громче говорить? Я был на спорте. Так. В общем, потом встречался с девушкой. Продуктивно? А? Продуктивно. Я сейчас это сделал. Сделала, да? Более рейтинговый на канале дни мне хочу. Ты или Рома? Олег, Олег. Олег. Подлезали до другой. Нет. А за спиной, друг за друга, вы говорите по-другому. Ну, мы за твоей спиной… За твоей спиной мы сейчас его хотели поддержать, чтобы ему внулое говно не хватит. За твоей спиной конкретно? Мы всегда говорим о том, что благодаря нам поднялся канал. Объективно. Я же лучший. Олег. Молодец. Можно тебе напомнить про то, как выстрелила твоя песня «Малышка, танцуй» благодаря моему каналу? Я хочу… Или не стоит? Да, я хотел поблагодарить тебя на канал. Товарь, ты ли. Слушай, да он, твой сосед твой канал, знаешь как? Да? За спиной? Конечно. А что говорит, Рома? Ну… Да мне этот дневник хача уже вообще нахер не нужен. У меня скоро голос выстрелит, блин. Мне это всё не надо. Ты лицо такое не делай, камера не тебя снимает. А сейчас дело не в камере, блядь. Я делаю выводы, блядь. В эмоциях, брат. Я тебе скажу так, что всё что… О, пятнашка, гонорар, ушла уже. Всё что, блядь. Сегодня за пятак работаешь. Откуда он знает про моего друга? Брат, я его, блядь, суббитаю. У меня правая рука. Он мой бухгалтер, все бабки через него проходят. Я знаю все доходы и расходы нашего канала, брат. Я даже знаю, блядь, чё, где и как и вообще по чём. Хорошо. В таком случае… В таком случае мы эту контору прикрываем. В таком случае встречайте новые герои нашего сериала. Андреуха и Ольга. Кто это, Блядь? Вы сейчас смотрите. Сейчас хорошо. Кто пришёл? Да, конечно, миленький. Чёрная звезда. Чёрная звезда. На всех каналах уже. Я видел на каком-то неизвестном. Случайно. Мы там тоже есть. щелкал тема пошла это благодаря моим благодаря моим консультациям кстати благодаря твоим в том числе кто-то смотрит кто от хача полетит, кто от хача полетит и куча лайков, да? и дизлайков, блядь нормально, нормально но черных в России никогда не любили я знаю, так как у тебя, брат но я на твоем фоне выигрышно смотрюсь потому что я русский офицер, я не хачик и на твоем фоне я еще выигрышно смотрюсь ты не торопись с ответами, брат как бы вопрос послушай проговорка не банана следующий вопрос какой? следующий вопрос, собственно, какие планы на карьеру? брандиозную а ты его секретарь сейчас, да? я его правая рука ну хорошо, какие планы вашего протеже? брандиозные планы, сейчас уже три концерта в Майами у нас предзаказ оплатили а потом у нас что-то в Л.А. да? ну и саратовом добьем воронежем, воронежем в регионах, наверное, сейчас продюсеры интересуются райдер большой, сколько стоит черного заказать? по черному 10 связок бананов и еще это три кулера с водой в какой смысле сок понятное дело, нет, еще свежий кокос что там ты еще любишь? ну и какую-нибудь негритяночку он не любит белых любит бананы, пальмы чтоб была в грименке антиминерали без газа вверглюда и вот этому товарищу битуху виски нахрен привет, Олег привет, я слушаю все и полностью согласен спасибо а почему ты смотришь здание выход и смотришь выход весь прикол весь прикол то что это реально со спины только было я передаю привет робе менеджеру который узнал меня на выставке подошел и говорит что я грязная тысячу стоматологов но вас я знаю по дневнику хотя было приятно теперь да я считаю что нельзя тратить на это время ты сейчас ведешь себя а теперь скажи почему он это сказал да мы ждем олега в гости самая лучшая димкины зубки димкин лечить свои зубы он с ним договорился бесплатно отмелить у димы зубы блядь без без ужина остались и Их красавчиков я еще не видел. Знаете, что я понял? Когда я стою рядом с Евгением, у меня тоже ощущение успеха есть. Это выступление моцелует... О respecto! О, VSP Групп, хеллоу, мэн! И ты тоже со-основатель! Давай, камера на камеру! Держать надо вот так, чувиха! Это 16 на 9, малыш! Это ботанчик, это 24 на 8! 24 на 7, блядь! Привет, мэн! Ты раскрылся! Я тебя уважаю! Я тебя тоже! А знаешь почему? Да! Потому что мы партнёры! Мы сейчас дарим нашим любимым партнёрам деньги! Нифуя себе давай, блядь! Красавчик, так, сколько я сейчас поднял? Я не знаю сколько, но мы потом посчитаем и потом рассчитаем всё! А, то есть всё-таки рассчитаем! Это не подарок, да? Блядь, вот еврейская хуйня всегда, блядь! Да я проверю! Да не надо, спасибо! Разберусь, блядь! Да здесь соток больше, блядь! Он как всегда наебал, блядь! Пыль в глаза пустил! Сегодня без окна! Вот! Конец! Не надо! Все, твоя смелость сегодня без оплаты! Все, пацаны, дайте тогда пройти ненадолго! Привёл нас собаку на второй день на Игромир! Он хочет посмотреть вообще какой потенциал! Я вообще не в теме! Я даже не в теме! Что это? Для детишек снимать влоги! Еле продавили вход! Его даже не пускали, сказали, слишком старый, блядь! Без доверения ТВ-центру показывали, блядь! Видишь, работает за тобой! Работает, да, работает! И здесь зелёный вход! Смотри, уже никого нету, только мусор! И пустые, полупустые стенды! У меня вопрос! Понравилось ли мне? Или что? Я хотел спросить, каково тебе 40 минут ехать в пробке сюда, застать закрытие, прощаться за день и уйти? Это очень... Это непередаваемые эмоции, я сейчас не могу описать двумя словами их! Но ты фишка-то понял? Охуенная фишка вообще! Фишка в 40 минутах езды, я понял! Это КВт скоро, блядь! Да, мы его прошли, классно! А приз будет? Приз, это как бы... Инстаграм пропиали? Ха-ха-ха-ха! Помните, мы проходили первый уровень ограбления казино? У нас была Машка, Тёма, я один большой чулак, кстати! Макс, милова! В смысле это что, то же самое было? Нет, мы первый уровень прошли, теперь второй уровень! Я на первом не был! Я не связан никогда, поэтому на первом помешну! Видишь, казино? Сейчас мы его будем грабить! Иди сюда, слушайте! Иди сюда, сейчас задание дают! ну ребята безответственность это ваша в каждой комнате вы находите какой-то атрибут который вам понадобится в дальнейшем хранилище в этой комнате вам нужно найти вторую половину комнаты которая исчезла давай заходим я выключаю камеру все давай погнали пацаны работают так мы открыли лифт теперь надо разобраться что в лифте делать так одну комнату мы нашли зашли сюда и сейчас разбираемся что происходит второй уровень пройден мы сделаем и поставили рекорд самые тупые игроки время дольше было час а мы проходили его полтора часа почему потому что мы мария лобанова пока тёма ушел вот он пошел как хотим тебя спросить ну как у вас там дела точно но почему-то вот с твоей стороны я слышу всегда что все хорошо а когда с темой лично говорю он жалуется с чем это связано просто хотелось бы мнение с разных сторон услышать вот она говорит что у вас все прекрасно и ты счастлив а ты что можешь на это сказать я что хочу сказать это конечно разговор сиюминутный видишь как он дипломатично слива как ты заблуждаю я отвечу кратко мы работаем над ней я кстати тоже принимаю в этом участие и вы в этом принимаете участие потому что я вам показываю все ее недостатки она потом смотрит и делает выводы привет может сейчас попал во блоге но ты попал понимаешь как тебя перегаром несет привет предмет я какой-то давайте селфи чего с тем ребятом не может на свету убогалов одни несет везде даже в камеру запотела спасибо большое всего спасибо спасибо ну ну продолжаем мудрости только не хватает хомяка делаешь понятность когда вопрос ко мне хомяка делает все делает не надоело мы чередуем с барсуком с кальяном растет вам по моему знакомы нет привет амирано очень приятно вам обязательно скинут друзья ваши наверняка как черт ксения он сказал что вы очень крутая концертный директор к менеджер comedy club менеджер comedy club иди горит с ними и и никто не знает очень ряд 5 первое вижу менеджера красивого обычно все не очень девчонки здрасте амиран о чем а я вы богатые еще до это я просто никогда не л это медили устрица а это не обиде говорят дешевле да да можно правда а можно нет нож покормить меня просто не ел я не знаю как-то не покори пожалуйста и чё надел чуть-чуть себя почувствует человек мат с колен в москве с детства поднимаюсь после булчат на всех так говорит нормально это дорого очень вкусно сколько тысяч вы москвичи все-то говорите нас рублей для вас это мелочи нормально я же не русский об себе не я мне уже стыдно я пока даю пойдем там дети а лимона угостят классно все будем знакомы вы тоже богаты это говорят дорогая опыт очень я видел сумме такое как нет а на дубровке есть даже бородина была на дубровке даже бородина была на дубровке так что нормально не парься чтобы шутка зашла три раза нас к даже бородина была на дубровке а миран будь оригинальным а практика уже есть вот смотри она ножка смотря на телевчонки мне что-то тянут слушай она не по не напоминает тебе катю катю я не скучаю катю потому что ты здесь капсулы торчат люблю тебя люблю